Успех биткоина не гарантирован. Биткоин не должен обязательно быть успешным. Но я не говорю, что он мёртв. Я хочу сказать, что лишь потому, что он не мёртв, он не должен постоянно расти в цене. Видосы под капельницей продакшн в содружестве с To The Moon Entertainment представляют Остросюжетный триллер Отчаяние и Разочарование Сегодня на экранах страны Дайте нам тот барабан, дабы проникал вплоть на донам, бы вернуть на кровь, но в доголам Моему же я твой подаван, вдвоём на пару потери мы писали в голову Хе-хе, всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Проведя около недели в больнице и почти вернувшись к привычному темпу работы, я не мог не заметить разительного контраста между сентиментом рынка сегодня и настроением оного неделю назад. Биткоин упадёт до 5400 Упадёт ли биткоин до 5500? Я подумываю о продаже Я сомневаюсь, что булран биткоина когда-либо наступит Биткоин должен упасть до 5500 долларов перед взрывом цены Биткоин Откат не до 7200, а до 5500 Все говорят о том, что биткоин будет стоить 5500 долларов Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы наконец-то понять, что здесь происходит Да Винчи и ММ Крипто Я помню, ты упомянул неделю-две назад уровень 5400 долларов Это всё ещё возможный вариант, если биткоин двинется вниз? Да, конечно, это будет очень грубое движение Это будет откат на уровень 61.8 Я ожидаю здесь большую волну страха Очень большую волну Если будут отскоки вверх, то навряд ли цене удастся пробить 13-дневную скользящую На этом уровне около 9000 долларов Очень сильные позиции у продавцов Думаю, цели должны быть 7700 и 7200 долларов для актуальной картины То есть, твоё настроение сменится на бычье Только тогда, когда цена будет выше крайне важного уровня 8600 долларов Так точно Олесио Растани и Питер Брандт Возможно ли падение биткоина до 5500 долларов? Теперь вы спросите, а откуда вообще взялась эта цифра? Как вы видите, ребята, мой хороший друг Питер Брандт написал у себя в Твиттере следующее Просто дикое предположение Но я думаю, что биткоин найдёт новое дно 5500 в феврале А затем начнётся рост до 50 тысяч долларов Я не шокирован этим прогнозом Потому что достаточно давно, ещё в начале декабря прошлого года Я взял интервью у Питера И он сказал тогда такое, что всех шокировало Он предупредил, что параболический рост до 50 тысяч долларов Не будет тем, который начнётся в декабре вот здесь Многие люди думали, что вот это и есть параболическое движение Которое закончится на 50 тысячах долларов И как вы видите, этого не произошло И Питер оказался прав Вторая вещь, которую Питер обозначил ещё тогда Это то, что у биткоина после этого роста будет следующая нижняя точка И по его мнению, этот новый минимум будет находиться в диапазоне от 5500 до 6000 долларов Ещё раз Параболический рост до 50 тысяч долларов Это не тот, который начался в декабре прошлого года Как вы видите, в конце сентября Питер снова подтвердил, что до сих пор так думает у себя в Твиттере Если мы посмотрим на сетку Фибоначчи от низа до пика Мы можем увидеть, что откат 78,6% Это как раз около 5500 долларов И кстати говоря, если этот уровень пробьётся То цена биткоина может снова оказаться в затяжном медвежьем рынке Этот сценарий у вас на экранах может отыграть Если биткоин упадёт ниже уровня отката в 78,6% Однако сейчас всё ещё актуален сценарий, в который я верю И он сейчас перед вашими глазами Альткоин Дейли Вот что вам, по моему мнению, нужно понять Успех биткоина не гарантирован Биткоин не должен обязательно быть успешным Но я не говорю, что он мёртв Я хочу сказать, что лишь потому, что он не мёртв Он не должен постоянно увеличиваться в цене Проблема в том, что многие люди, которым я говорю о биткоине Реагируют удивительно апатично Большинство из них совсем не выглядят заинтересованными И это меня удивляет, ведь я рассказываю им, почему биткоин ценный Почему он не является пузырём Я говорю о фундаменталах, о сети О том, что ещё никогда человечество не придумало что-либо лучше И знаете что? Похоже, у многих людей просто нет заинтересованности Криптомани мантра Говорит на неизвестном языке, что биткоину нужно упасть до 5,5 тысяч долларов Перед новым булграном Сэн Крипто После вот этого отката, с чего мы можем ожидать? Рынок экстремально медвежий Если кто-то вам говорит, что биткоин идёт на 30, 40 или даже 60 тысяч То возможно у них и есть какие-то аргументы Но после вот этого пика мы должны были ожидать разворот тренда Мы должны были возвращаться вниз к оригинальному тренду Оригинальный тренд это тот самый, который стартовал от отметки в 20 тысяч долларов И направляется вниз к определённой цели Мы должны смотреть на эти два уровня 1,27 и 1,41 А это 1500 и 1900 долларов соответственно То есть где-то в среднем 1700 баксов Сейчас я покажу вам, почему эта цифра так важна Давайте построим фибоначи от низа здесь до пика вот тут Вы можете увидеть, что цена 1700 долларов находится прямо на уровне 1,41 Теперь посмотрим на предыдущий медвежий рынок Опять же от низа до пика нарисуем Посмотрите на это, ребята 1700 долларов находится прямо на 50% уровне отката Вот оно Друзья, я один из тех немногих, кто постоянно и везде проповедует биткоин Рассказывает, почему он так хорош, почему он дефицитен, в чём его ценность, фундаменталы, сеть, протоколы, анчейны и так далее Но зачем? Зачем я взял на себя эту миссию? Человек приходит сегодня, а завтра он хочет забрать профит Он плевать хотел на фундаменталы Интернет, ребята, когда-то не умел показывать картинки Компьютерам когда-то невозможно было управлять мышью Нужно было набирать команды на клавиатуре И при этом на тот момент тот же интернет уже существовал на протяжении 20 лет Биткоину всего лишь 10 Необходимо понять, что на всё нужно время Просто нужно научиться ждать А главное, не перенапрягать себя в этой индустрии Которая отбирает кучу времени Уж поверьте мне, я знаю о чём говорю Нужно диверсифицировать не только криптоактивы у себя в портфеле Но и себя в различных делах Криптовалюта не должна быть единственной вашей сферой деятельности У меня это не единственная сфера деятельности Вот почему я реагирую на движение крипторынка Не так эмоционально Почему я настолько оптимистичен по отношению к биткоину Даже когда он теряет в цене 80% Потому что я никогда не смотрю на вершины Они меня не интересуют Честно говоря, было очень лень рассматривать каждый год существования биткоина Начиная с 2010 Но я сделал это ради всех скептиков Впервые в жизни я делаю что-то ради скептиков Назовём это графиком биткоин максималиста Не знаю, существует такое или нет Но я нарисовал его лично Что я сделал? Я взял каждый низ биткоина для каждого отдельного года И нарисовал график по точкам Откинув все вершины Посмотрите на этот график И спросите сами себя Разве это не повод быть биткоин максималистом? Разве это не повод? И разве это не повод проповедовать биткоин? Этот график является причиной того Почему я долгосрочный холдер и не люблю торговать Вот почему я не парюсь по поводу коррекций Почему меня не волнуют падения и даже росты биткоина Всё это обыденность Как говорится, этот график причина, почему я здесь Так, идём Вот зараза Вот почему мы здесь Анаптаниум Этот серый камушек идёт по 20 миллионов за кило Вот в чём причина Именно он окупает всё веселье Многие говорят, чтобы биткоин начал расти Нужны новые люди Логично Но биткоину не нужны новые люди Он и так прекрасно работает Прямо сейчас Знаете, что биткоину действительно нужно Чтобы люди, которые над ним работают, не облажались Чтобы мы с вами не облажались Пока мы сохраняем децентрализацию биткоина Его цензура устойчивость Он будет работать и рано или поздно будет преобладать Я чертовски устал объяснять людям, почему я так люблю биткоин Но я продолжу это делать И если это вам нравится, прошу поддержать меня лайком На этом всё Подписывайтесь на канал Делитесь видео с друзьями Комментируйте И обязательно богатеете Всё будет хорошо Зарабатывайте До скорого Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»